Продолжение следует... Антихрист беса-человек, сын жены-блудницы данного поколения. Расшифровка этого пророчества. Серафим Саровский упоминает два города. Это означает, что Антихрист будет постоянно ездить из Москвы в Петербург и обратно. Эти два города станут для него как родные, в них он будет часто находиться. А мы знаем, что Путин работает в Москве, а проживает в Санкт-Петербурге. Серафим абсолютно точно все предсказал. Именно в этих двух городах и проживает постоянно Путин. Он и есть Антихрист. Затем Серафим добавляет. Но некто из русских, доживших до рождения Антихриста, подобно Симеону, богоприимцу, благословившему отрока Иисуса и возвестившему о рождении его миру, проклянет рожденного Антихриста и возвестит миру, что он есть истинный Антихрист. Святитель Игнатий Брянчанинов, народ наш может и должен соделаться орудием гения из гениев, Антихриста. Старец-метрополит Виталий Устинов. Мы здесь почему-то не можем никак понять, что коммунистическая партия, облачившись в тогу демократов, осталась та же коммунистическая партия, как волки в овечьей шкуре. Договариваться с безбожной властью, которая держит над вашей головой занесенный меч, нельзя. Это значит идти на сговоры с сатаной. С сатаной договариваться нельзя, и это безнадежно. Как вы видите, старцы всех этих перевертышей коммунистов, ставших ныне демократами, считают сатаной. Путин – яркий представитель этих перевертышей. Он был коммунистом, нужда заставила – сразу стал демократом. Снова понадобилось, стал православным. Хотя мы все прекрасно помним, что именно КГБшники и были теми самыми безбожниками, которые и уничтожали священство тысячами. Вот какой Путин перевертыш. Перевернется в любого, если это даст ему возможность возвыситься над людьми. Он идет напролом к своей цели, не останавливаясь ни перед чем, принимая любой облик. А любой облик, как известно, может принимать только сатана. Старец Нектарий Оптинский – в России будет Антихрист. Матрона Московская – народ под гипнозом, сам не свой, страшная сила вступила в действие. Как мы видим, провидица считает, что нынешний правитель Путин заколдовал и загипнотизировал народ, так как владеет страшной силой, дьявольской силой, а такое под силу только Антихристу и сатане. Только загипнотизированный народ, проживающий в страшной нищете, бесконечных кризисах и экономическом дне, может восхищаться правителем, который довел их до такого состояния. Пророчество Нила Мира Тачиова Настанет время, когда люди будут безумствовать, а кто не безумствует, тому будут говорить, ты безумствуешь, потому что ты не похож на нас. Мы видим, что это время настало. Наш народ безумствует, радуется нищете, радуется санкциям, радуется, что чиновники крадут миллиардами, радуется, когда падают наши ракеты, радуется, что нет войны, когда на границе нашей страны как раз идет война. Мы вымираем, а народ все равно радуется. Путин заставил наш народ радоваться любой ахинеи, которая происходит в нашей стране, а это уже безумство. Преподобный Серафим Вырицкий Наступает царство лжи и зла. Вновь восстанет брат на брата. С одной стороны будут воздвигать кресты и золотить купола, а с другой настанет царство лжи и зла. Именно во время правления Путина везде практически постоянно строятся и золотятся храмы. Храмов стало уже чуть ли не больше, чем заводов, а ложь с экранов превысила все разумные пределы. Сейчас ложь выдается за правду, и эта ложь с телевизора, со всех каналов, идет потоком, безостановочно. Царство лжи уже наступило, и храмы золотятся. Пророчество исполнилось именно во время правления Путина. Только при Антихристе может наступить царство лжи и зла. Си Архимандрит Христофор При дверях Антихрист, при дверях Антихрист, по Москве он уже ходит, Москва уже под его управлением, уже жить-то и не радостно. Здесь старец определенно говорит о Путине, поскольку как раз в 1996 году Путин переехал работать в Москву, а старец его уже почувствовал, что он рядом, в Москве. Антихрист Путин Пелагея Рязанская О российском народе А народ почти весь, порченый сейчас народ-то, выберет себе Антихриста. Антихрист придет к власти в России, и тогда, после Антихриста, Господь откроет своего царя в России. Как мы видим, правительцы упорно твердят, что в нашей стране, России, будет Антихрист. Так что далеко его искать не следует, просто посмотрите телевизор. Он, Антихрист, вас зомбирует по 4 часа, чтобы вы перестали соображать и целиком подчинялись его воле. А после Антихриста в Россию должен прийти царь, потому что только царь от Бога сможет привести нашу страну в нормальное состояние. После той разрухи, нищеты, вранья, ужаса и кошмара, который превратил нашу страну в Путин. Пророчество старицы Макарии. Скоро совсем никакого народа не будет. До 99-го года, имеется в виду 1999 год, ничего сейчас не должно быть, никакого бедствия. По Библии мы теперь доживаем. Она называется совершаемая. А когда кончится 99-й, то есть 1999-й, тогда будем жить по истории. Пока мест Библии совершаемой не кончилось, ничего не будет. А она до 1999-го года. Плохо, что мы дожили до конца света. Скоро будет конец света. Теперь немножко остается. То есть старица образом языком говорит. Опасности нет до 1999-го года. То есть все правители, кто правил нами до 1999-го года, хоть и плохие, но мы будем жить. А вот после того, как придет правитель в 1999-м году, начнутся бедствия, которые описываются в Библии, апокалипсис. И правитель, пришедший в России к власти в 1999-м году, и станет причиной этих бедствий. Да так, что может наступить конец света. Как мы видим, здесь четко указана дата – 1999-й год. Год пришествия Путина, который во время своего правления принесет неслыханные бедствия, итогом которых станет конец света. А бедствия, после которых наступит конец света, может принести только Антихрист. Архимандрит Таврион. О России. Духовенство предастся Антихристу. После этого Господь даст царя. Царь обличит духовенство архиереев. Как вы видите, еще один провидец говорит, что в России будет Антихрист, который подомнет под себя не только народ, но и всех верующих и священников. Настолько силен будет его обман. И только после Антихриста придет царь, который исправит все то, что было испоганено Антихристом Путиным. Никому другому, кроме царя, такое не под силу. Ведь потом нужно еще будет спасти наш народ от конца света. А обычный человек на такое не способен. Такое по силам, только царю от Бога, который будет слышать Бога и действовать по его указаниям. Так спасемся. Вот.